Совместное производство Prime Group, France 3, France 5 и RAI, радиотелевизионе Итальяна. Стражи Рима. Фильм второй. Рим. 18 июля 64-го года. Правление императора Нерона. Рим – город с миллионным населением. Рим горит дотла. Вигилии, первые пожарные, несколько дней борются с огнем. Когда начался пожар, 24-летний император Нерон находился в своем родном городе Ансиум. Сейчас он борется с огнем бок о бок с Вигилиями. Он предоставляет убежище людям в садах и общественных зданиях. Но быстро распространяется слух, что сжечь Рим дотла пожелал сам Нерон, чтобы освободить место для перестройки города по собственному вкусу. Старые ксенофобские настроения подталкивают других возложить вину за пожар на иностранцев и проповедников, заявляющих о скором падении Рима. Город превращается в горнило кипящей ненависти. Для понимания того, что привело к такой ситуации, необходимо вернуться на несколько лет назад. В шестом году нашей эры император Август создал первую пожарную бригаду, и с тех пор в нее набирали бывших рабов, так называемых вольноотпущенников. Келлер стал Вигилием в тот день, когда его бывший господин, префект Рима, был убит одним из его рабов. Покушение на высокопоставленного государственного чиновника кардинальным образом повлияет на судьбу Келлера и его друга Тезея. Келлер влюблен в Лепиду, молодую христианку, принадлежащую богатому торговцу маслом Ханану. Лепида носит ребенка Келлера. Ханан во сне видел богиню, которая предупредила его, что тот умрет, если Лепида забеременеет. Молодая пара в опасности. Келлер признает Саптезею. У Келлера также могут возникнуть проблемы, потому что он посещал дом своего бывшего господина вечером накануне убийства. По римскому праву, если раб убивает своего господина, всех остальных домашних рабов надо казнить. Режиссер Роберт Кечичьян Автор сценария Фредерик Лепаш Если вы голосуете за безнаказанность, кого защитит его ранг, если даже ранга префекта недостаточно? Кто будет в безопасности, даже в окружении большой семьи, если четырех сотен рабов педания секунды оказалось недостаточно, чтобы защитить его от смерти? Сегодня сенаторы обсуждают дело педания секунды. Это обсуждение описано многими авторами, в первую очередь Тацитом. Дебаты дают точное представление о взрывоопасной атмосфере, сложившейся в Риме за три года до Великого пожара. Ваше здоровье, господа! Пейте кровь презренных рабов на ваших банкетах, в то время как истинные римские воины замерзают до смерти в горах Армении. Ох уж эти испанцы! Все бы им шутки шутить! Тише! Еще рано в открытую насмехаться над испанцами. Не забывай, префект был одним из них. Неужели вы думаете, что у раба хватит смелости убить господина, сумев не произнести ни единого слова, выражающего его намерения? Членство в Сенате наследственное. 600 сенаторов с женами и сыновьями, в целом несколько тысяч. В период империи могущество Сената сократилось, и сенаторы, вспоминая о своей бывшей власти, нередко оппонируют императору. Все живущие в доме – соучастники этого самого страшного преступления. Истинное отцеубийство. Мы должны наказать все четыре сотни за осквернение его дома. Судьба рабов префекта раскалывает Сенат. Одна сторона настаивает, что нельзя проявлять жалости, другая предпочитает милосердие. В любом случае, сенаторы, так часто безвластные и оскорбленные размыванием римских ценностей, хотят, чтобы их голос был услышан. Не милосердие, а строгой дисциплину укрепляет государство. Если умрут несколько невинных, так тому и быть. Несправедливость к немногим – достойная цена за пользу для всех. Убийство префекта вызывает народные волнения. Поскольку древние обычаи требуют, что не только сам убийца, но и все рабы в домохозяйстве, господин, которого был убит, должны быть приговорены к смерти. Суровость закона явно архаична. Римские граждане выражают возмущение коллективным смертным приговорам, который, как они полагают, презирает справедливость и сострадание, и подрывает честь Рима. Один, два, три, четыре. Эти кувшины для сенатора Лонгена. Идиот! Ты хочешь погрузить город во мрак и лишить сенаторов масло для их банкетов? Как ты думаешь, чем освещает Нерон свои сады по ночам? Моим маслом! Эти кувшины с маслом из Таранто. Для губернатора Аквитании. Я обещал доставить их ему до конца месяца. Их надо отправить за Тибр сегодня. Торговца типа Ханнона, олицетворение Рима и его положение в центре мира. Береники! Ты пользуешься благовониями, негодница. Пойдем-ка со мной. Липидо, мэр. Те салюту. Те салюту, Келлер. Что с тобой, Липидо? Я боюсь, Келлер. У нас мало времени. Кажется, он уже что-то подозревает. Не волнуйся. Я знаю, что делать. Завтра ты отправишься к своим друзьям в Трастевере и останешься там. Верь мне, все будет хорошо. Ханнон пошлет людей на поиски. Моих друзей осудят за то, что укрыли меня. Тебя не найдут. Я буду рядом и буду приходить к тебе как можно чаще. Я не дам им тебя обидеть. Я возьму с собой Мириам. Не хочу, чтобы Ханнон ее мучил. Келлер, ты знаешь Беренику, египтянку? Сколько Беренику? Знаю. Он продает ее владельцу борделя. Он меняет их каждые три месяца. Последней была бедняжка Агата. Они ему надоедают. Они ему надоедают. ВОСТОЧНАЯ МУЗЫКА КОНЕЦ Останешься на время обеда. Хочу знать, о чем они говорят. Если говорят про моего сына, дашь знать. В Риме обед с гостями называется Кена. Он начинается в 3-4 часа дня и обычно заканчивается после заката. Замужние женщины обычно обедают подле своих мужей. Даже в процессе развода супруга сенатора играет роль верной жены. До тех пор, пока брак не будет официально расторгнут. Бескомпромиссный Кингоний Ворон, сенатор, которого император Гальба позже приговорит к смерти, играет важную роль в событиях, которые развиваются после убийства Педания Секунда. Привет тебе, Кингоний. Пришел как раз к возлияниям. Во славу Августа, отца империи! Да будут благосклонны к нам боги! Да будут благосклонны к нам боги! Кену Агриколы предоставляет Кингонию Ворону прекрасную возможность проверить самые сокрушительные идеи, которую он намерен выдвинуть в Сенате на завтрашнем обсуждении убийства префекта. В этот вечер Агрикола роскошно угощает гостей. Римляне, которые обычно едят очень мало, позволяют себе излишества только на общественных мероприятиях. Тем временем, на другом конце города, Ланиста, своего рода промоутер гладиаторов, организует свой банкет. Это традиция накануне гладиаторских боев. В течение всего вечера публика приходит посмотреть на гладиаторов, чтобы оценить их физические кондиции и делать взвешенные ставки на завтрашний день. Валерий – варваров. Он каждый день купается в человеческой крови. Следи, чтобы соблюдали правила. Никому не позволено иметь оружие. А это Брокус. Он питался медведями в лесу. Некоторые крупные игроки дают деньги гладиаторам, чтобы мотивировать их и увеличить свои шансы на выигрыш. А это Амфиараус. Гладиаторы – настоящие суперзвезды, не менее популярные, чем наши современные крупнейшие знаменитости. Ланиста, напротив, не пользуется большим уважением. Его считают сутенером, торговцем человеческой плотью. Все эти парни любят выпить и подраться. Внимательно следи за факелами. Иногда их используют как оружие. Во время Кены принято демонстрировать остроумие, а также читать стихи, сочиненные по случаю. Ворон, а ты не споешь нам? Или расскажешь что-нибудь увлекательное? Наши праусы не пели греческих песен. И на банкетах не было такого распутства. Один гость игнорирует правила, согласно которому во время Кены не говорят и политики. Завтра Сенат должен решить судьбу рабов, пидания секунда, и безжалостный Кингоний Ворон, возглавляющий сторонников жесткого курса в Сенате, намерен довести до предела жестокость римских законов. Сегодня вечером на Кене он представляет свой зловещий план. Думаю, настал удачный момент, чтобы прочитать это. Ты должен покинуть город. Он принесет тебе одни несчастья. О, благородное племя Инея, ты вымираешь. Несчастный Рим. Твои улицы опустили. Ты стал вдовцом. Смерть угрожает тебе. Солнце восходит в тумане. Дом пидания пропитан кровью. Запятнан самым бесчестным преступлением. Опозорен ужасным заговором против чести и достоинства. Придите, инфернальные фурии. Сломайте ворота в Тенаус. Мы заклинаем наших праутцев. Восстаньте из памяти. Брут, Гораций, Сен-Сенат, Камил, и ты, Като Незгибаемый, придите с факелами, преследуйте рабских червей. Детей, которые не предотвратили убийство отца, покровителя, господина. И да сгинут с ними все отпущенные рабы. Ворон предлагает распространить наказание на многочисленных вольноотпущенников префекта, которые случайно присутствовали в доме своего бывшего господина в день перед убийством. Завтра в Сенате он призовет изгнать всех бывших рабов префекта. Келлер в опасности. Он был у префекта в тот день. Подними чашу, выпей за Диониса, Афродиту и за всех мус. Я должен его предупредить. Мой отец столько выпил, что не заметит твоего ухода. Иди. Во время кризиса за гладиаторами тщательно следят. Спартак погиб 131 год назад, но его призрак до сих пор пугает римских граждан. Бывшие военнопленные, рабы, осужденные за бунты и обычные преступники, гладиаторы дали клятву своему ланисте, что готовы на клейменье раскаленным железом, цепи или смерть. Веселитесь, мои дорогие. Наслаждайтесь. Жизнь коротка. Где мы все завтра будем? На земле? Или под землей? Это знает только судьба. Гладиаторы! 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 Гладиаторы подчиняются приказам ланиста и платят за еду и вино кровью. Среди них несколько свободных граждан, которые выбрали судьбу гладиатора ради денег и страсти, которую к ним питают как женщины, так и мужчины. Я знаю Амфераоса, он из дома префекта. Он был его тренером по гимнастике и массажистом. Нас освободили одновременно. Ты продался в Гладиаторы? Теперь у меня есть жена и дети. Я сделал это ради них. Последнее время стало очень трудно, но я жив на данный момент. Ты что, тоже хочешь стать гладиатором? Прекрасно. Мы можем тебя принять. Верно, парни. Иди сюда, посмотрим, из чего ты сделана. Остановите эту безумность. Где Келлер? Он с Семилисом на Кене-Уланистое. Там пожар. Хватит трепаться. За мной, живее. В Риме насчитывалось от четырех до семи пожарных на тысячу жителей. Это гораздо больше, чем нынешние соотношения, один на тысячу. Больше людей требовалось, потому что техника пожаротушения была не такой эффективной, как наша. И потому что гораздо важнее было предотвращение возгорания. Нам известно, что на вооружении у Вигелиев была водяная помпа, изобретенная в то время греческим математиком и механиком Героном Александрийским. Все в порядке, Келлер? Сейчас да. Но казалось, что грудь в огне. Удар молнии, перевернутый очаг, раскаленный уголь. Всего этого достаточно, чтобы Рим занялся пламенем. Но совершенно невозможно доказать, что конкретный пожар возник случайно. Или его устроили спекулянты недвижимостью, враждебные чужеземцы или просто преступники. Очень многие извлекают из них выгоду. И этот факт увеличил список подозреваемых после Великого пожара 64-го года. Веришь, что настанет мой день? О каком дне ты говоришь? День, когда я смогу купить дом для жены и сына. День, когда я буду уважаемым человеком в своей деревне. День, когда мой взрослый сын станет римским гражданином. Если нет, то в чем смысл? Келлер должен сообщить тебе плохую новость. Вчера, на Кене, в доме Юлии Агриколы, я сам слышал из уст сенатора Кингония Ворона, что они арестуют и вышлют всех бывших рабов префекта, или, по крайней мере, всех тех, кто посещал его дом в тот день. Не теряй надежды, Келлер. Никто еще ничего не знает. Сенат еще не собирался. Но в данный момент ты должен скрыться. Где я могу скрыться? Знаешь кого-нибудь в Риме, кто мог бы помочь тебе? Нет, ты мой единственный друг. Подумай. Есть одно место, но... Что но? Мы теряем время. Идем. Вчера, в Риме. В те дни в Риме проходят собрания мирной диссидентской еврейской секты. Женщины под покрывалами, мужчины обрезаны. Их считают экзотическими фанатиками. Не бойтесь, это мои друзья. Келлер, где мы? Что это за люди? В этой секте поклоняются одному богу. Хочешь сказать, они не знают других богов? Они говорят, что другие ложные. Кое-кто даже разбивал их статуи. Которые, кажется, их первосвященника звали Христос. Это очень скрытная еврейская секта. И Лепида? Римляне спокойно относятся к христианам, но не считают возможным интегрироваться с ними. Их верование скорее интригует, чем беспокоит. Христиане держатся обособленно от римского общества. Но власть имущие обращают на них внимание, полагая, что когда-нибудь они могут оказаться полезны. Лепида останется у своих друзей. Ты тоже должен остаться с ней. По крайней мере, пока все не уляжется. Христиане пока не прячутся, но не хотят привлекать к себе внимание. Они встречаются в заброшенных зданиях или подвалах в Трастевере. И эти места собраний служат заодно и укрытиями. Почему вы не принимаете всех богов? Римляне приняли так много других, что вполне могут принять и вашего, и даже посвятить ему храм здесь, в Трастевере. Поскольку пожар может возникнуть где угодно, в Вигелии должны знать все уголки города, в том числе и укромные места богослужений поклонников новых верований. Еврейские сектанты, которые позже станут известны как христиане, обычно собираются в бедном районе Трастевере, расположенном у берега Тибра. Если христиане согласятся признать римских богов и почитать императора, их бог по имени Христос тоже сможет получить официальный культовый статус. Я должен идти. А ты оставайся здесь. Я скоро вернусь. Тезей, предупредием Фиарауса, Гладиатра, он тоже был рабом префекта. Хорошо. Обещаю. Время от времени Нерон скрытно покидает свой дворец в сопровождении темной личности по имени Петроний. Он хочет знать, не начинается ли волнение на улицах Рима. Она зажигала священные светильники у алтарей вместе с отцом. И вдруг ужас. Длинные волосы юной лавинии лизнула гоня. Царские локоны охвачены пламенем. Затем в клубах дыма, в сиянии рыжего пламени, она направляет вулканы в жилище. Ты сошел с ума? Нерону всего 24. В начале своего правления он продемонстрировал милосердие и сострадание к своему народу. Но с недавних пор он теряет свои достоинства. Два года назад он приказал убить свою мать. Идиот, ты не любишь поэзию? Может, Нерон из любви к искусству решил насладиться зрелищем горящего Рима, устроенным по его команде? В данный момент рядом с ним телохранители, готовые защитить его при необходимости. Наступил день голосования. Народ пытается убедить сенаторов спасти мужчин и женщин от несправедливой судьбы. Я предлагаю уважать законы наших предков, невзирая на протестующий плебс. Четыре сотни рабов, педания, секунда, должны быть приговорены к смерти. Более того, освобожденные им рабы, которые посещали его дом, должны быть депортированы из Италии. Ставлю свое предложение на голосование. Я согласен с тобой, Ворон. Хорошо, я согласен. Но если предложение Ворона будет принято, как мы покинем здание Сената? Мы в осаде. Когда народ услышит наше решение, нас просто убьют. Двери палаты Сената остаются открытыми, и умеренные боятся близости разъяренной толпы. Вместо того, чтобы дать народу то, что он требует, Сенаторы намерены пойти еще дальше в противоположном направлении. Они утверждают, что казнить нужно не только рабов префекта, которые допустили совершение такого преступления, но даже и его бывших рабов, которые присутствовали в его доме накануне убийства. Все рабы, отпущенные педанием секундом, должны быть взяты под стражу. Где Келлер? Понятия не имею. Ему лучше вернуться. Надписи, найденные на стенах казарм, показывают, насколько глубока и всеохватна была Вера Вигелиев. Например, они верили в существование бога казармы, который не оставит их товарищей в беде. Они надеются, что судьба каждого из Вигелиев в его руках. Римский народ в целом глубоко религиозен и придает огромное значение ритуалам. Жусь. Приближается день казни рабов префекта. Она произойдет за пределами Рима, поскольку в самом городе насилие запрещено. Ферокс, ты должен держать своих гладиаторов заперти. Ворота должны быть закрыты в 8 часов. Никого не выпускать, никого не впускать. Они хотят депортировать бывших рабов префекта. Идиоты, они хотят распять рабов префекта на нашем холме. А других сжечь заживо. Гладиаторы продолжают тренировку, а в Сенате складывается драматическая ситуация. Сенаторы решают воздержаться от принятия решения. Решать будет сам Нерон. Атмосфера накалена. Рим затеял дыхание. Настроение в казармах Вигилиев подавленное. Судьба множества людей в руках Нерона. Он может проявить милосердие к вольно отпущенникам, но может пойти дальше и приговорить их к смерти. Твой глупый друг Келлер не вернулся? Не знаю. Знаешь, что его ждет? Нет. Если он дезертирует, его ждет плеть и бесчестье. А что с остальными? Ты говоришь о вольно отпущенниках? А это больше не важно. Нерон приказал оставить бывших рабов префекта в покое. Может, с Келлером что-то случилось? Если он не вернется, он может не ждать от меня снисхождения. Лучше ему вернуться до заката. КОНЕЦ Продолжение следует... Где Келлер и Липида? Им пришлось бежать. Ханан следит за нами. Он послал Беренику по нашим следам. Липида и твой друг меняют укрытие. Я ждала, чтобы сообщить тебе. Где они? Я должен найти Келлера. Твой друг знает, где прятаться. Он сказал, ты показывал ему это место. Бордель. И вигили его постоянные клиенты. В Риме бордели повсюду. Проституция легальна. Это предпочтительнее, чем адюльтер. Среди проституток есть и свободные женщины. Но большинство рабыни, родившиеся на Сицилии, в Сирии или Египте. Эти страны славятся страстными женщинами. Тезей, что случилось? Ты должен вернуться. Сезарь издал указ не наказывать бывших рабов префекта. Келлер, если не вернешься, тебя будут считать дезертиром. Хочешь всю жизнь прятаться по углам, как крыса? Не хочу оставлять ее. Послушай, Теллер. Ты должен вернуться со мной в казарму. Поверь мне, я знаю, кто может помочь. Жди меня здесь. Я вернусь. Обещаю, я не оставлю тебя. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОЕ Вигилии в банях, как у себя дома. Поскольку куча угля и дров, предназначенных для обогрева помещений и ванн, пожароопасны, многочисленные римские бани находятся под наблюдением вигилиев, которые выполняют и полицейские функции. Приятные ванны, Пуденс. Тузей, ты пришел помочь мне бежать? Отец говорит, что позволит мне жить согласно моим принципам. Он предложил мне свои владения в Бритиуме, где я могу разводить скот на условии, что не буду ни с кем людиться и никому не буду писать. Он считает, что такое глухое место излечит меня от желания жить в природе. Это его излюбленная стратегия. Тузей, ты помнишь, когда я стал пифагорейцем? Ты говорил о великих тайнах и утверждал, что должен хранить молчание. Я ничего не понял из этого. Ты даже стал вегетарианцем. Да. Одна душа способна оживить несколько тел, одно за другим, включая тела животных. Отца больше беспокоит другое. Говорят, пифагорейцы придают огромное значение числам и способны предсказать день смерти принца. Астрология карается смертью. Так вот, в обмен на свободу, которую отец скоро мне предоставит, я решил создать впечатление хорошего сына и даже посещаю бани. Пуденс, мне нужна твоя помощь. Присылай ее. Я дам ей укрытие. Ее служанке тоже. Уверен? Она беглянка. Ханан пошлет за ней людей. Я сказал, пусть приходит. Я дам ей укрытие. У нас там сотни рабов, которые пасут стада. Они вооружены против грабителей. Ханан может присылать бандитов сколько угодно. Прощай, младший брат. Спасибо за помощь. Не стоит об этом. Я обязан тебе жизнью. Агиты, вперед. Агиты, вперед. Агиты, вперед. Рим, 18 июля 64-го года. День начала пожара. И теперь идти. Догоняйте. Катастрофа становится неизбежна. Все обстоятельства способствуют великому пожару Рима. Пожар, занявшийся в тот жаркий ветреный летний вечер, распространяется быстро. Буквально в считанные часы весь город объявляет пламенем. Затем возникает экстраординарное явление, которое специалисты называют огненной бурей. Температура повышается до такой степени, что создаёт штормовой силы восходящие воздушные потоки, которые разносят огонь на огромные расстояния от источника пожара. Продолжение следует... Продолжение следует... Это... Нет, это был Ханнан. Пророчество оправдалось. Ты должен принести жертву Юнони, покровительнице брака. Рим горит. И всё оказывается против Нерона. Его беспокойный дух, его излишества, даже его страсть, с которой он оказывает помощь людям, всё вызывает подозрения. Способствует этому и память о его ночных выходках, во время которых он нередко устраивал хаос на улицах. Не говоря уж о его желании расчистить территорию для перестройки Рима. Да, но когда начался пожар, император был у себя на родине, в Анции. И неужели он, всемогущий император, не имел возможности начать новый строительный проект, не сжигая до дла свой город. Нерон, безусловно, повинен в нагнетании ненависти, но не в великом пожаре Рима. Нерон любой ценой должен отвлечь внимание от себя. Он должен найти идеального козла отпущения. Возможно, подозрения можно навести на эксцентричных христиан, которые предрекают неизбежное падение Рима, и которые могли захотеть реализовать свои собственные пророчества. Среди них есть горячие агитаторы. Возлагая вину на христиан, Нерон преследует две цели. Отвлекает внимание от себя лично и посылает знак другим инакомыслящим. Но, обрекая их, он создает мучеников. Впереди эпоха катакомб и рождение великой религии. Великий пожар Рима произведет сильное впечатление на восьмилетнего публия Корнелия Тацита. Спустя 50 лет известный историк Тацит поддержит гипотезу о том, что Нерон возложил вину за поджог на христиан для того, чтобы римлянам было на ком сорвать гнев. В ближайшие месяцы сотни христиан будут брошены на съедение зверям в цирке и закопаны заживо и распяты. Говорят, что один из них, слепой старик, попросит, чтобы его распяли верх ногами из уважения к Христу. Его имя – Петр. Собор, который будет возведен на месте его гробницы 15 веков спустя, станет центром христианского мира. На самом деле, маловероятно, чтобы кто-то отдал приказ спалить рим додла. Вигилии каждый день боролись с мелкими возгораниями, которые грозили перерасти в большой пожар. Причиной пожара, скорее всего, мог стать уголек, выпавший из очага, упавший факел, головня из печи булочника или даже незначительный поджог, на который не обратили внимания. Вы были в самом пламени. Вы не прекратили борьбу с огнем. Вы – гордость и честь когорты. Среди вас те, кто получил ранения, рискуя жизнью и здоровьем. Но были и собаки, присоединившиеся к мародерам. Сам Нерон был свидетелем вашего мужества. Императорским указом он дарует вам освобождение от службы и все полагающиеся привилегии. «Да хранит вас Бог, как достойных граждан!» Во время Великого пожара многие из Вигелиев, ошеломленные происходящим, занялись мародерством. Другие погибли. Те, чье мужество было замечено императором, получили миссию. Досрочное освобождение от службы со всеми привилегиями, которые за этим следуют. Отныне они сами, их потомки, могут наконец стать полноценными гражданами Рима. Субтитры создавал DimaTorzok Позже, 22 июня 68 года нашей эры, поражение, интриги и безумие доведут Нерона до самоубийства. Риму еще предстоит пережить последствия его правления, но для детей Вигелиев новая эра уже наступила. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok